Гомельский лучший комбинат вырабляет продукцию, запотребованную как на внутреннем, так и в внешних рынках. Для вытворжести выкористовывается первоважная айчинная сыровина. Однако в некоторых случаях ее необходимо набивать в соседних краинах. Например, у ласного слонечникового аллея в Беларуси не за все дыхает, чтобы выйти на необходимый объем вытворжести. Так само в Украине закупают отдушки. Эти специальные сумеси, которые добавляют у мыла на территории нашей страны, не вырабляют. Мыловарная продукция от лучшего комбината корыстается великим опытом в Казахстане, Таджикистане и Узбекистане. Пришим туда протягивают отгружать мыло, зробленное по старой рецептуре, популярной еще в советский час. Для остальных спожилцов вырабляют по новой технологии. Масло бутилированное в основном это европейские государства, которые пользуются рапсовым маслом, которые знают цену рапсового масла и качество. Это Израиль, это Румыния, куда мы уже отгрузили масло. И сейчас на этот год нарабатывается отгрузка. Были китайские коллеги у нас здесь, у них тоже есть интерес к рапсовому маслу. Они пока присматриваются к цене, как бы само качество их устраивает. Что тышится взаимодействие, смытнее, неких проблем на предприемстве не означают. На дворот, удосконаливание технологии робит оформление грузов больше худким и простым. Это уволю можно просошить по внешнеэкономической деятельности на территории всей страны. Чем больше упрощаем и совершенствуем таможенное дело, тем больше, естественно, бизнес это замечает, тем больше стремится жить и работать в нашей стране. Так вот, 2017 год был не исключением. Транзит по территории нашей страны увеличился в различных транспортных средствах от 15 до 20 процентов. Это хороший показатель. Ну, естественно, это вылилось в те платежи, которые мы собрали в бюджет нашей страны. Я вчера называл эту цифру, она соответствует 412 миллионам долларов США. На такую сумму мы собрали больше. На сустрэше с працовным коллектывом закрануты самые розные темы. У першу чергу уступление усилу с першого студеня нового гамытного кодекса Евразийского экономичного союза. Он мая шарах пероваг для субъектов господарания. Головное – полный переход до электронного декларования. Предоставлять паперовые документы необходимо только в редких выпадках. Так само работники предприемства смогли задать вопросы на кондейности пунктов пропуску в отпускный сезон. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».